В Бресте состоялась пресс-конференция начальника УВД Брестского облсполкома Олега Шуликовского, на которое были подведены итоги работы правоохранительных органов региона за 2022 год. Участниками столь важного и, несомненно, актуального мероприятия стали представители средств массовой информации. Вопросов прозвучало много, ответы были достаточно откровенными в меру специфики правоохранительной деятельности. Начальник региональной милиции подчеркнул, что, несмотря на всю проводимую профилактическую работу, преступлений по многим категориям меньше не стало, по некоторым наблюдается рост. Мы по многим направлениям добились высокой эффективности оперативно-служебной деятельности. Это можно отметить и наши успехи по борьбе с наркотрафиком, с наркопреступлением и в экономической сфере, в том числе в агропромышленном комплексе, удалось нам предотвратить и спрофилактировать много преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Один из вопросов, который интересовал представителей медиапространства – преступления в сфере наркоконтроля. Олег Шуляковский отметил, что, несмотря на высокую раскрываемость, проблема была и есть. Самое страшное, что преступники вовлекают в свой наркобизнес несовершеннолетних. Они – первое звено в преступной схеме хитроумных дельцов. Они первыми платят за подростковое незнание своей свободой. Всего в 2022 году за сбыт наркотиков задержано 11 несовершеннолетних. Сотрудниками милиции выявлено 8 помещений, специально приспособленных для выращивания наркосодержащих растений. Основная цель работы органов внутренних дел – это пресечение ее организованной структуры и системных убытчиков. Так, несколько цифр. Всего было задержано 128 сбытчиков в прошлом году, в 2022 году. Из них закладчики – 91. Крупные – это половина из них, фактически 50. 10 из них являлись курьерами и перевозили наркотические средства в размере от 500 и выше. В этой части основной упор органов внутренних дел – это неустанная системная ежедневная профилактика со всеми заинтересованными. На сегодняшний день уже принят проект комплексного плана по противодействию незаконного оборудования наркотиков и реабилитации лиц наркозависимых на уровне республики. Соответствующие планы буквально в конце января-начале февраля будут утверждены у нас на территории Брестской области. И мы включим туда максимальное количество профилактических мероприятий. Развитие информационных технологий, с одной стороны, благо. Наша жизнь с ними становится более комфортной и качественной. Но, как и у любой медали, у этой тоже есть обратная сторона. А потому не меньшую тревогу сотрудников милиции вызывает и рост в сфере киберпреступлений. За 2022 год более чем в два раза возросло число лиц, пострадавших от мошенничеств, большинство которых совершены в сети интернет. Белорусские милиционеры, борцы с киберпреступлением свое дело знают, совершенствуются и будут всегда оставить надежный заслон к киберпреступлениям. А с учетом развития цифровых технологий, мы прогнозируем, что снижение спада преступности не будет, если мы не пойдем к людям и не будем рассказывать из каждого радио, телевизора, интернет-ресурса о той проблеме, которая существует. Потому что ввиду своего менталитета, характера, белорусы доверчивые, толерантные, всегда готовы прийти на помощь. И преступники, используя методы психологического воздействия, этим пользуются и наших граждан путем обмана, введения в заблуждение, таким образом делают жертвами преступления. Олег Шуликовский совместно с коллегами акцентировали свое внимание и на работе сотрудников госавтоинспекции. Сфера обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется снижением общего числа ДТП с пострадавшими. И неудивительно, ведь на дорогах проводятся специальные профилактические мероприятия с целью выявления нетрезвых водителей за рулем бесправников, а также пресечения нарушений ПДД. Дорожные транспортные происшествия превалировали именно с уязвимых участников дорожного движения. То есть это наезд на пешеходов, велосипедистов, в том числе и по вине самих пешеходов. Это было основное. Превышение скоростного режима также имели место быть. Нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил маневрирования. Естественно, это все неумышленные нарушения, они случаются именно по невнимательности водителя, по неосторожности, по невнимательности пешеходов. Итоги 2022 года подведены, определены планы на 2023, но главной задачей было, есть и будет соблюдение законности и правопорядка в Брестской области. Обеспечение экономической, продовольственной безопасности Брестской области и страны в целом, наведение порядка, дисциплины, в том числе трудовой, взаимодействие с населением, оказание помощи населению, в первую очередь нужды и чаяния жителей, чтобы во взаимодействии решали милиционеры и местная власть. Ну и укрепление вдоль границ, я имею в виду бдительность наших людей, порядок.